Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новую серию веселых объявлений Автору. В общем-то, вкратце напомню суть этого шоу. Мы смотрим различные объявления, которые, кстати, в том числе вы присылаете по ссылочке в описании. Напоминаю, там есть специальная тема, за что вам огромное спасибо. Ну или я нахожу на просторах Автору, в общем-то, всегда есть что интересное. Это может быть как какой-то интересный автомобиль в целом, это может быть интересный там необычный тюнинг, это может быть что-то подозрительное и так далее. Все по списку, в общем, смотрим и я все это вам показываю. Ну что, друзья, я предлагаю начать. Усаживайтесь поудобнее, влепите лайк, если вам нравится это шоу на моем канале, а мы начинаем. Итак, друзья, начнем с того, чего я на самом деле не понимаю. У нас подобный автомобиль был, я думал, что это какой-то, знаете, такой особый случай, но снова, и, честно говоря, я не понимаю. Итак, вот как бы, ну, те, кто сейчас посмотрит на эту фотографию, так скажем, мельком, скажут, ну, Мерс 220-й. Потом те, кто присмотрится, поймет, что что-то вот как-то не 220-й, а если именно посмотреть вот чисто вот на заднюю часть, сбоку, да, как раз-таки, проглядывается как раз-таки тот самый 140-й кузов. Да, друзья, это снова 140-й, переделанный по 220-й. Я, честно, не понимаю, зачем это сделано. Ну, то есть, зачем это делается. Это уже второй случай, как минимум, который я вижу. Сделано-то, может быть, и неплохо, да, то есть, если с морды смотреть, это 100% сразу 220-й. Зеркала 220-й, вся морда 220-я, двери от 140-го. Вообще, вот, если смотреть, конечно, сбоку, выглядит, ну, немножко смешно, согласитесь? Потому что 220-й у него, как бы, сама морда подлиннее, и как-то она, ну, не вписывается вот сбоку, если смотреть. Вообще совершенно вид не имеет машина. Сзади у нас также 220-й. Конечно же, шильдик, по-моему, даже карбоновый АМГ. Как же без этого? Это уже прям традиция. Но сбоку это смотрится, конечно, вообще очень негармонично, как на мой взгляд. То есть, по сути, ну, я так понимаю, что, ну, салон от 140-го. Я так понимаю, что человек, который это делает, ему, может быть, в душе просто нравится 220-й кузов, но либо нет возможности там, да, как-то купить, потому что он стоит все-таки подороже. Хотя, кстати, не всегда, потому что живой 140-й будет стоить дороже, даже иногда намного, чем какой-нибудь средний такой 220-й. Собственно, я считаю, что это, ну, как бы, ну, не стоит того. Потому что сам по себе с кузов 140-й, я думаю, что со мной многие согласятся, это легендарный кузов, имеющий свои офигительные вот эти вот формы. И мне кажется, сложно найти человека, который скажет, бля, ну, типа, с 220-й выглядит круче. 220-й выглядит по-своему тоже неплохо, да. То есть, это такое начало уже нулевых годов. Наверное, ассоциация, да, вот где-то прям вот, ну, вот прям 2000-й год, это вот ассоциация с 220-м. Но, чтобы переделывать, ну, не знаю, как бы, я считаю, что, ну, не знаю, ребят. Напишите ваши комментарии, что вы думаете на этот счет, но, по-моему, как-то, ну, я бы не смог, наверное, этого сделать. И 140-го переделать, зная, что получится, в принципе, естественно, не точь-в-точь 220-й, я бы, наверное, не смог. Ну, как-то, ну, ну, совсем не то. Не то и не сё. Следующее объявление, в принципе, я его видел уже несколько раз, мне бы его скидывали как раз-таки в тему, да, которая в описании есть. И я думал, брать его или не брать, потому что, на самом деле, ну, как бы, по сути, ничего необычного такого прям, чтобы нет. Ну, как бы, да, это Rolls-Royce, получается, седьмого поколения, рестайлинг, фантом, кабриолет. 110 миллионов рублей. Ну, такое, да? Значит, я его возьму сегодня в эту серию только из одного. Хочу вам кое-что с вами, кое о чем поговорить. Сейчас все разжуем, и вы скажете свое мнение. Ну, новенький Rolls-Royce, да, как бы, подчеркнуть свой статус. У кого действительно есть лишние деньги, это, ну, как вы понимаете, точно уж не основной автомобиль. У человека должен быть какой-нибудь там второй, третий, четвертый, пятый, я не знаю, десятый и так далее. Значит, смотрите. Во-первых, это не самый последний Rolls-Royce. То есть, как вы, наверное, знаете, в прошлом году в конце Rolls-Royce показал новый фантом восьмого поколения. И он действительно совершенно другой, он уже современный, потому что, ну, все эти рестайлинги уже вот этого поколения, они, ну, уже устарели. То есть, вы, грубо говоря, садитесь в Rolls-Royce этих годов за 110 миллионов рублей, получаете мультимедиу от BMW. И, как бы, ну, такое, да, все звуки BMW-шные. Что в Race вы сядете, ну, то есть, да, немножко такое себе. Потому что, все-таки, очень много общего у BMW с Rolls-Royce. И есть такие моменты. Я сидел, и мне, честно говоря, это немножко, ну, так себе. Вообще, мое мнение насчет Rolls-Royce. Да, прикольно. Я в свое время как-то хотел, даже чуть не взял кост и рейс рассматривал. Но я считаю, что даже тот же рейс, который, в принципе, позиционируется как молодежный автомобиль. Ну, не знаю, ну, типа, ну, это больше, ну, то есть, ты драйва никакого не получаешь. Это машина, чтобы просто подчеркивать статус. Как я ее вижу, Rolls-Royce, это вот. И что мне не понравилось, да, опять же, это ассоциация с BMW. Когда вы сядете, вы просто поймете, что действительно много чего общего. И вот та же кожа, да, допустим, я не знаю, я, конечно, может быть, покажусь придирчивым. Но все-таки, да, когда ты рассматриваешь такой автомобиль к покупке Rolls-Royce за такие деньги. Ты, да, если что, сейчас просто многие подумают, что я там совсем зажравшийся урод. Я смотрел ГОСТ с пробегом, который стоил там меньше 10 миллионов, там, ну, там, семян, по-моему. Они сейчас очень сильно упали в цене, поэтому вы не думайте, что я там хожу, смотрю за 110 миллионов машин. Нет, конечно. Это вообще пиздец. Нет. Я, ну, это нет. Вот, поэтому, как бы, действительно, есть вот это вот звуки, те же BMW, да, тема там переделанная, это НБТшная под Rolls-Royce, но все равно. И вот кожа, все-таки, да, как бы Rolls-Royce, это прям вот, ну, куда, казалось бы, уже выше по качеству. Но в той же Bentley я сидел, Continental GT, мне казалось, кожа бы намного приятнее, нежели в Rolls-Royce. Не знаю, почему так. То есть, ну, действительно, я ничего такого прям сверхъестественного там в отделке не увидел у Rolls-Royce. Это мое личное мнение, как бы, то, что я увидел. Значит, смотрите, почему я взял эту тачку. Значит, во-первых, прикол, да, то есть, вышло новое уже поколение, пока их нет в продаже, но, по-моему, уже светилось несколько штук. Я видел, ну, там цена около, может быть, 40 миллионов. Это именно обычный Phantom, не кабриолет. Ну, то есть, грубо говоря, там кабриолет будет, конечно, стоить дороже. Но просто, смотрите, это лимитированная коллекция, да, выпущена в размере 50 автомобилей на весь мир. В этом ее, как бы, фишка. Вот, я даже это не хочу произносить вслух, это будет звучать. Phantom Zenit. Хотя, в принципе, все просто. Phantom Zenit. Настоящие автомобильные шедевры. Коллекция Phantom. Ну, то есть, чисто вот эксклюзив-эксклюзив прям. Значит, смотрите, в чем основная вещь, которую я, честно, для себя понять особо не могу. Так как такие автомобили в России, по крайней мере, насколько я знаю и понимаю, продаются очень редко. Это все-таки полнейший неликвид. Мало кто действительно придет и купит этот Rolls-Royce. Они очень долго застаиваются. Как новые, так и с пробегом, которые продаются. Потому что, действительно, нужно найти клиента. Объясняю фишку. Как вы видите, автомобиль новый, да, все окей, но год выпуска, то есть, в ПТС у него будет 16-й год. На дворе, как вы знаете, 18-й год. То есть, по сути, автомобилю 2 года. Я об этом уже говорил в каком-то другом объявлении, мы также рассуждали. Но все-таки я хочу еще раз разжевать это и услышать ваши тоже комментарии. То есть, вы, получается, покупаете автомобиль новый, да, безусловно, но он уже двухлетний. В чем подвох? Допустим, вы покупаете этот автомобиль, катаетесь на нем 2 года сами. Машине становится уже 4 года. То есть, в дальнейшем при продаже вы не... Как бы всем все равно будет. Вы скажете, да я ж купил его в 18-м, ну да и что, что она по 16-м ПТС. Машина-то все равно у нас как, по документам смотрится? Машина, если 16-го года, значит, собственно, она 16-го года. Неважно, когда ты купил, хоть в 20-м. Она уже ей 4 года, она устарела, что-то поменялось и факт остается фактом. Поэтому, действительно, ну, дилерам, я понимаю, им некуда деваться. У них приходят автомобили, их никак не продать. Потому что они не вот так, как пирожки, разлетаются, как Солярисы, да? Это все-таки очень такая позиция, так скажем, редкая. Поэтому, к сожалению, ну да, им нужно продать машину. Но, как бы, вот такой вот факт не очень приятный для владельца будущего. Поэтому бывали случаи, когда, там, я не помню точно, тоже какие-то неликвидные автомобили я видел, там, да, даже 15-го года можно найти сейчас, которые у дилера будут стоять и продаваться. То есть, это действительно сложно и, как бы, по сути, уже машине 2-3 года, но она новая, но потом, как бы... Ну, вот такой вот нюанс. Поэтому, друзья, напишите ваше мнение в комментариях, как вы вообще считаете... Ну, я понимаю, что чисто теоретически человеку вообще наплевать будет, который это будет покупать. Ему вообще будет насрать, какого он, там, года по ПТС. Он хочет кайфануть, получить редкий, редчайший, охуеннейший кабриолет от Rolls-Royce, подчеркнуть свой статус и кататься. И его вообще не волнует, что будет с этим Rolls-Royce через несколько лет и так далее. Сколько он его, там, продаст, не продаст, сколько ему будет лет и так далее. То есть, вот, ну, в этом плане, да. Поэтому, собственно, вот просто такой нюанс, чтобы вы тоже... Это не только с Rolls-Royce, это может быть вообще любой, по сути, автомобиль. Очень популярная такая тема в конце, в начале нового года. То есть, допустим, вы, когда захотите купить новый автомобиль, скажем, до марта. Вот, допустим, вот март 2018 года наступил. Примерно до марта вы все равно придете к дилеру, будь то любой автомобиль, вы купите машину с 2017 года по ПТС. Потому что их еще чисто теоретически не успели выпустить, привезти, и чтобы они по документам шли, как уже 2018 года. Поэтому очень часто, почему дилеры устраивают скидки на автомобили именно вот в начале года. Потому что им нужно продать все равно эти машины, которым уже, по сути, год, да. То есть, у нас же как календарный год считается. Грубо говоря, ты покупаешь 1 января 2018 года машину, выпущенную даже в конце 2017, по документам 2017, ты покупаешь годовалую машину. Ну, то есть, вот такой вот нюанс, который есть. И об этом знают люди, которые глубоко уже прошарены и понимают, что вот такие нюансы есть. Но, как бы, вот поэтому, собственно, и скидки, друзья. Может быть, я кому-то открыл глаза. Это все очень элементарно просто, просто нужно об этом задуматься, да, как бы. Это все понятно и так, никаких тут подводных камней нет. Это нормально. А как по-другому могло бы быть? Ладно, друзья, переходим дальше. Теперь немножко позабаемся. Сейчас будут такие интересные объявления. Не, конечно, я сейчас вот скажу фразу, буду повторяться, но все же. Ну, бывает объявление, которое я говорю, вот такое я вижу впервые. И действительно, такое я вижу впервые. Сначала, как бы, да, ну, восьмерка, гниловатая, в каком-то обвесе. Плюс ко всему ламба двери, плюс ко всему тюнинг такой. Смотрите, какая надпись. Броня. Hyundai магнитолочка, да, с дисплеем. Все как надо. Руль скошенный в конце, как у РСки, друзья. Вообще, смотрите, полный, полный фарш. Смотрите, лавочка. Вот это, конечно, вот, ну, в целом-то еще я бы мог как-то что-то, да, закрыть глаза на обвес каждому своему, но вот эти вот катафоты или что это, ну, дублирующие какие-то фонари, вот эти вот задние бамперы, сверленные, да, и вот несколько их тут. Это, конечно, не особо понятно. Ламба двери, но, блядь, чтобы крышка багажника на восьмерке открывалась таким образом, я, честно говоря, еще не видел. То есть она сдвигается вверх. Ну, я, честно говоря, у меня очень непонятно зачем. Ну, типа, как бы, да, эксклюзив, все дела. Короче, друзья, восьмерка, все как надо, бамперочки, спойлера, хромированные а-ля хромированные зеркала, ламба двери, ну, как всегда, ржавчина во всех местах, где можно. И, конечно же, друзья, еще новый вид тюнинга, это сдвигающаяся крышка багажника вверх. Вот как. Я даже, ну, не знаю, ну, тут прям целая система, посмотрите, происходит, я не знаю, хорошо, если она держится просто, прикиньте, так это, поднял крышку, залез, а хуякс падает, и прям как, ну, я даже не хочу говорить, что там может произойти, но будем рассчитывать, что крышка надежно сдвигается и держится. Вот такой вот, друзья, тюнинг можно встретить. Я ничего против не имею, каждому свое, как говорится, да, ну, как бы мы все с вами понимаем, что просто, типа, ну, это уже выглядит на данный момент точно забавно, то есть вот такой вот тюнинг, я имею в виду преимущественно бампера и так далее, как бы ламба двери, ну, окей, человек захотел, сделал, сдвигающийся крышку багажника, захотел, сделал. Ну, вот это, конечно, супер тюнинг. Ну, и, как бы, цена, соответственно, человек не ломит, там, за нее, там, 150 тысяч. 45 тысяч, обычная цена за обычную восьмерку, да, как бы, можно сопоставить. А тут, как бы, кто захочет, получит даже, знаете, какой-то сабвуфер багажник. Музычка какая. Так что, все окей. Ну, и, собственно, в продолжении шестерочка сразу идет, причем, 2005 года, хотя, блин, почему... Знаете, меня просто, я как... Моя первая машина, это была шестерка, купленная в 2009 году, и она была в вос... Ой, 91-го или 90-го года, и на тот момент, в 2009 году, машины 2005-го, годов там, 2004-го, классика, Жигули в целом, это было прям, ну, типа, а сейчас-то прошло уже сколько лет, и этой машине уже, блин, 13 лет, поэтому для меня 2005-й год, я такой думаю, блин, она живая, живой Жигуленок, а они уже все-то уже такие уставшие. Короче, как бы, тут нормально все, да, тоже внешний тюнинг, путник ада, все как надо. Вы, смотрите, рифмами заговорил, вон, на козыречке написано, все нормально. Короче, тут, в принципе, по внешке-то еще, ну, как бы, да, сделано какие-то шильдики, прочее, знак шипы прям посередине какой-то... Ой, турбо-надпись, ну, то есть, еще, знаете, могло быть хуже. Согласитесь, могло быть хуже внешне, но я взял из-за салона, конечно, мы с вами в последнее время очень любим такие автомобили. Давайте начнем разбирать, значит, во-первых, приборная панель. Мало того, что она, как бы, вот эта популярная тема, менять вот эти, как это правильно-то сказать, ну, короче, внутренность самого, вот этот вот щиток сам, да, то есть красный, спортивный, плюс там еще черепушки закреплены, вы смотрите. Значит, тут, я так понимаю, наверное, заряд аккумулятора отображается, различные, там, датчики, ну, в принципе, как бы, окей, но тут их три. Я понимаю, там один действительно полезный, вот у меня, например, на восьмерке, на которой я выступаю, выступал, ладно, выступал в ралли-спринтах, у меня есть такой, вот даже похоже, вот как тут справа, видно его. Действительно полезно посмотреть, там, заряд аккумулятора, то есть, когда он там один висит, по делу, да, там, температура масла дополнительно, там, еще что-то, все, окей. Но тут их почему-то три, желтые часы, куча шильдиков, 1,5, снизу у нас заряд аккумулятора почему-то еще... Я тогда боюсь представить, что тогда вот тут показано. Не знаю, интересно очень узнать. Прикуриватель, как всегда, расстроенный, расстроенный прикуриватель, действительно. Ну, тут, как бы, линолеум постелен, как бы, вот тут зеленое, тут у нас все пере... А, тут, походу, время показано просто, 13.30, или, я не знаю, мой опыт, не время, не хочу даже, честно говоря, знать. ТДАй! Этот шильдик меня вообще убил, конечно. Я еще понимаю, 1,5, там, вот, шестерочка, что-нибудь такое, но вот, при чем тут турбодизель, честно говоря, не особо понятно. Ну, как бы, вот такой вот аппарат. Друзья, нас что-то проперло сегодня, точнее, меня проперло на переделке Мерседесов, да, как было в начале, собственно. Теперь у нас 210-й кузов, да, вы не ослышались. Это когда-то был 210-й, тот самый лупатый Ешка, да, которая всем знакома. Это когда-то была она. Честно, ничего, опять же, как и вообще в любых случаях, ничего против не имею никогда. У каждого, да, свои какие-то мысли, но я, я просто, вот, не могу понять, как, вот, какой момент человек, владеющий 210-м даже кузовом Е-класса, понимает, что надо переделать ее в 21-ю Волгу. Выгодит, в принципе, вы понимаете, да, тут видно, что машина уставшая, стоит, может быть, мы не знаем по каким проблемам, но в целом, как бы, относительно все сделано-то неплохо. Если ей подкачать колеса, ее все отпидорить, отполировать, это действительно будет интересный проект. То есть, сделано не страшно, я не вижу прям каких-то таких явных прям, чтобы косяков. Тут капот, конечно, под вопрос, ну, либо он мятый, либо что с ним, я не знаю. Вот, то есть, как бы, вполне себе, да, интересно. То есть, люди реально будут думать, это вообще, почему так Волга-то выглядит, из чего она перейдет. То есть, как бы, можно ее действительно привести в порядок, и будет все окей. Ну, мне просто, вот, реально, авто переделан из Мерседеса, Волгу, ГАЗ-21. На руках только ПТС, ТС, ключи утеряны. Ну, короче, проблемы с документами, да, как таковые у нее. Ну, окей, вот, ну, просто, вот, я здесь серьезно не могу понять, почему. Я понимаю, когда есть случаи, когда из Волги делают Мерседес и так далее, ну, почему. Может быть, человек любит эту Волгу, ну, то есть, ну, прикольно, с одной стороны, но просто, так, знаете, необычно, максимально необычно, поэтому, собственно, ну, и цена, как бы, особо не заряжена, как бы. Ну, здесь, видите, с документами проблема, неизвестно, там, что там, можно их восстановить или нет, или это будет так, но мне кажется, что кто-то, да, найдется и купит, и приведет в чувство, что-то из этого придумает, может, какой-то выставочный проект будет. То есть, ну, вот, как-то так. Ну, и, друзья, под конец авто заслуживающее внимание. Честно говоря, не знаю про этот автомобиль практически ничего, но это Chrysler 300 Letter Series 3, или сокращенно 300C. Но не тот самый, который любит переделать в Rolls-Royce, а 57-го года выпуска. Как бы, я не фанат таких автомобилей, вы это, наверное, знаете, если смотрите меня давно, как таких автомобилей. Они, конечно, выглядят потрясающе классно, но я не фанат просто, да, скажем прямо, как и маслкары я не особо люблю. Но формы этого автомобиля, честно говоря, очень крутые. Вот это вот, вот задница, это, при этом это купе. То есть, это вот, ну, и состояние автомобиля, в принципе, да, в любом случае заслуживает внимания. Смотрите, какой интересный, где он находится. Ну, тут, короче, фидометр, тахометр, это, понимаете, посередине. То есть, одна, один кружок, в котором разбито на, я так понимаю, уровень масла, уровень топлива. Дальше у нас температура. И эмпс, это, наверное, заряд аккумулятора, типа амперы, хрен знает. Наверное, да. То есть, это прикольно, да. То есть, есть все равно фишка этих автомобилей, вот такого не повторится уже никогда. И действительно, кто любит вот эту ретро-тему всю, ну, состояние автомобиля, я думаю, что вы видите, оно прекрасное. И учитывая, что это 57-й год, друзья, автомобиль действительно мы видим в хорошем состоянии. Этот ценник, можно еще понять, 4,5 ляма. То есть, мне кажется, все равно найдется человек, который все это заберет, купит. Так, значит, в США авторит прошел тщательную реставрацию в США в 2006 году. Ну, понятное дело, что он не сохранился с того времени в таком состоянии. Затем продан в Россию, где был полностью легально растаможен с получением ПТС. На территории РФ один хозяин. Музейное хранение, отличное состояние, осмотр Москва. Ну, то есть, с документами все в порядке. Это же вообще шикарно. То есть, по сути, как бы, у тебя есть два варианта. Если ты фанатеешь по такой-то очке, ты можешь ее либо купить, поставить там к себе в коллекцию, или ездить на выставке ее показывать, еще что-то. А можешь просто кататься. Пожалуйста, документы все есть. Там, машина выходного дня, просто выехать в центр, там, Питера, Москвы, до любого города просто, и покататься вальяжно. Ну, это, не знаю. Это круто, ребят. Это круто. Поэтому, не знаю. Вид имеет. Вид имеет, как говорится. Поэтому, как-то так, друзья. Ну, что, и на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Если вам нравится эта рубрика, повторюсь, не пожалейте лайка. Мне очень приятно. Это меня мотивирует снимать новые серии все чаще и чаще. Пишите ваши комментарии по поводу всех, собственно, автомобилей, которые мы сегодня посмотрели. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, если тут впервые. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам все уведомления всегда вовремя приходили. Все, ребят. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин